Я хотел бы начать с того, чтобы рассмотреть раннее христианство. Может, вы вспомните, что говоря «раннее христианство», я подразумеваю ранний иудаизм. Я не верю, что раннюю церковь можно понять без понимания ранних евреев. Кстати, даже имя «Иисус Христос» не представляет никакого смысла, если мы только не поймем ранних евреев. Вы слышали имя «Иисус Христос»? Были ли его родители «Миссис» и «Мистер Христос»? Нет, я так не думаю. «Христос» — это титул. «Христос» — это греческое имя. Аналог еврейского «машиах». Если кто-то скажет «Я верю, что Иисус — это Мессия», само имя «Иисус» имеет отношение к Ветхому Завету, к народу израильскому. Кстати, первая книга Нового Завета. Евангелие от Матфея. Первая глава. Первый стих. Где сказано «Родословное Иисуса Христа». Сына Давида. Сына Абраама. Первое, что делает Новый Завет, — это связывает Иисуса с еврейским миром. Новый Завет неразрывно связывает Иисуса с еврейством. Современное христианство хочет разъединить Иисуса и его еврейством. Мой довод таков, что невозможно полностью оценить Иисуса в отдельности от еврейской культуры, из которой он появился. Я хотел бы рассмотреть некоторые аспекты дохристианского еврейского мира. Что мир получил от иудаизма? Во-первых, монотеизм. Вера в Бога. Единого Бога. Пришла от еврейского народа. Вера в Машеха, в Мессию. Пришла от еврейского народа. И подход к этической религии также от еврейского народа. Евреи не только дали миру монотеизм. Евреи дали миру этический монотеизм. Евреи дали миру моральный подход к религии. Вы можете посмотреть на еврейский мир времен Иисуса. Израиль первого века был аннексирован к римской империи. Израиль провинция в более широкой греко-римской культуре. Каким образом Израиль отличался от остальной культуры? Если вы посмотрите на еврейскую религию, то увидите, что еврейская библейская литература отводила приоритет морали. Грекам было все равно. Если вы посмотрите на греко-римскую философию, если вы посмотрите на греко-римскую религию, она аморальна. Если вы посмотрите на пантеон греческих богов, на Олимпе находится Зевс. И с ним другие полубоги, полулюди. Они спускаются на землю. Имеют половые связи с людьми на земле. Совершают прелюбодеяния. Там нет никакой морали. Думали ли греки, что гомосексуализм – это неправильно? Нет. Нет никаких законов против этого. Греческая культура была аморальной. Греки возносили человеческую сексуальность. Они ее почитали. Также, если вы посмотрите на греческие виды спорта, все они должны были быть в обнаженном виде. У вас есть слово «гимназия» – гимнастический зал? Да. Слово «гимназия» происходит от слова, которое означает «обнаженный». Евреи смотрели на римскую культуру и верили, что она была ужасно аморальна. Евреи верили, что Бог открыл себя еврейскому народу и показали моральный, этический и скромный стиль жизни посредством еврейских писаний. Они смотрели на римскую культуру как обреченную, как безнадежно аморальную. Также вы можете вспомнить, как Павел писал свое послание к римлянам. Он начинает с суровой критики из-за их аморальности. Он говорит, что мужчины заменили естественное потребление женского пола на противоестественное. И женщины поступают аналогично. Они совершают отвратительные поступки. Это очень сильно отражает то, как евреи смотрели на остальную культуру. Кстати, когда Павел написал послание к римлянам, Нерон пришел к правлению в это время. И лишь несколько лет спустя умрет вторая жена Нерона. И затем Нерон возьмет своего любовника. Кастрирует его. Даст ему имя его жены. И затем публично возьмет его в жены. Видите, что евреи смотрели на моральность Рима, как не подающуюся никакому контролю. От евреев пришло Писание. Моральность. Вера в семью. Вера в Мессию. Вера в этические принципы в жизни. Из еврейских надежд и стремлений возникло движение евреев. В определенное время жила еврейская девушка по имени Мириам. Обрученной еврейскому парню по имени Йосиф. До того, как они сошлись вместе и осуществили брачные отношения, Мириам забеременела от Руаха Кодеш. В определенное время, когда родился ребенок, и его имя было Ешуа. У Ешуа было еврейское имя. Еврейская мама. Он говорил на еврейском языке. Он постоянно посещал еврейскую синагогу. Его история насквозь пропитана еврейством. Он продукт иудаизма первого столетия. В определенное время в истории Бог посылает Своего Сына в мир из деревни Бейт-Лехем чтобы исполнить пророчество, о котором говорил Михей Иисайя, что Мессия родится в городе Вифлеем. Этот Ешуа пришел как Мессия евреев. И когда мы смотрим на Иисуса в Новом Завете, то что мы видим? Иисус был, among other things, помимо всего прочего, Иисус был харизматичным чудотворцем с нацеленным на Израиль, сфокусированным на евреях служении Учителя. Иисус путешествовал среди еврейского народа. Он хотел, чтобы его служение было предназначено для потерянных овец дома Израилева. Он жил и творил чудеса. В Новом Завете каждый раз, когда Иисус приходил на похороны, Он просто все портил. Иисус творил чудеса и знамения. Также и чудеса. Он исцелял тела. Иногда, когда у людей заканчивались деньги, Он благословлял их. Однако, Он не делал людей миллионерами. Однажды, люди постучались в дверь. И они подошли к ученикам Иисуса. И они спрашивали, уплачешь ли ты сбор? Ученики посмотрели в свои карманы и увидели, что у них не было с собой никаких денег. Ученики не были богатыми людьми. Они везде ходили пешком. Они везде ходили. У них не было много денег. Ученики приходят к Иисусу и спрашивают, как же мы уплатим этот налог? Иисус говорит, идите ловите рыбу. Поэтому они идут и ловят рыбу. Споймав рыбу, разрезают ее и находят монету. И платят налог. Иисус показал, что Он в силе решить финансовые нужды. Он показал, что у Него находится власть над финансами, власть над здоровьем. Знаете, каждый в мире либо болен, либо был болен, или же знает того, кто болен в настоящий момент. Поэтому приходит тот, кто прикасается к людям и исцеляет их. Репутация Иисуса распространилась везде. Так как они верили, что у Иисуса было что-то, в чем у них была нужда. У Него было библейское лекарство от жизненных ран. И поэтому евреи приходили. Что они узнали, когда приходили к Иисусу? Они узнали того, кого они называли Раввин. И в 3 главе Евангелия от Иоанна Никодим приходит к Иисусу ночью. И он говорит, Рэбэ, мы знаем, что ты учитель, который пришел от Бога. Потому что никто не может творить такие знамения, если только с ним нет Бога. Помните, что он представитель фарисеев и начальник Синедриона. И он говорит, мы знаем, что ты от Бога. Они знали, что Иисус был от Бога, исходя из тех чудес, которые он творил. Поэтому они приходили к этому Раввину, и он учил их. Как он учил? Он рассказывал притчи. Царство Бога подобно фермеру, который сеет семя. Он рассказывал истории о праздничных пиршествах, свадебных пирах. Он рассказывал им притчи. Иисусу не нравилось читать людям лекции. Он был рассказчиком. Также интересно, если вы посмотрите на еврейских учителей, и спросите, как еврейские Раввины учили в первом веке, и изучите литературу, то вы увидите, что все Раввины времен Иисуса рассказывали истории. Еврейские Раввины рассказывали притчи. И когда мы проанализируем истории Иисуса, что он делает, он адаптирует еврейские притчи. Например, вы, наверное, знаете историю в конце Нагорной проповеди. Иисус говорит, «Кто слушает Мои слова и исполняет их, уподоблю мужу мудрому, который строит свой дом на камне». И когда пойдет дождь, как вчера вечером, когда пойдет сильный дождь, то дом устоит, потому что он на хорошем основании. И наоборот, те, кто слышит слова и не исполняет их, подобны на глупцов, которые строят свой дом на песке. И дождь идет, дождь идет, прямо как вчера, и полностью сносит его. Вы знаете эту историю? Что вы можете не знать, так то, что подход Иисуса здесь не очень оригинален. Он взял историю раввинов и приспособил ее. Раввины учили, «Те, кто слушает слова Торы и исполняет их, подобен мудрому мужу, который строит свой дом на камне. И приходят воды, и он устоит». Но тот, кто слышит слова Торы и не исполняет митцвот, подобен тому, кто строит на основании, которое будет смыто. Что делает Иисус? Он берет еврейскую притчу и адаптирует ее. Например, если вы прочтете Нагорную проповедь, то лишь небольшая часть принадлежит Иисусу. Это очень по-еврейски. Посмотрите на молитву Господню. «Отче наш на небесах, да святится имя Твое! Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя!» Вы знаете эту молитву? Это приспособление еврейской литургии. К Иисусу пришли Его ученики и спросили, «Как нам следует молиться?» Поэтому Он говорит, «Авину шебах шамайм, наш Отец на небесах!» И потом Он говорит, «Пусть придет Царство Твое, пусть будет воля Твоя!» Евреи молились этой молитвой каждый день. Иисус берет еврейский язык и литургию и адаптирует. Кстати, за последние 50 лет в академической теологии возрос интерес к Иисусу, как к еврею. И мышление таково, что мы должны понять еврейский мир, окружавший Иисуса, чтобы лучше понять Иисуса. Это стало очень питательной почвой академического любопытства. Кстати, я собираюсь взять годичный отпуск. Профессоры иногда берут такие отпуска, чтобы продолжить учебу, написать книгу. И осенью этого года я поеду в Гарвардский университет. Поэтому я чувствую, что это применение… Вот куда христианские профессоры и служители должны ехать учиться. И там, на первой странице, есть небольшой бланк, где сказано «Если вы хотите изучать еврейство, оставьте свой чек». Такого еще не слышали. В Принстонском университете в Америке Глава отдела Нового Завета Профессор Джеймс Чарльз Ворт Недавно написал книгу «Иисус в иудаизме» Гиза Вормес в Оксфорде Сказал, важнейшее задание студента, изучающего Новый Завет Это понять истину, что Иисус – еврей среди евреев. Аргумент таков, если хорошо исследуем Иисуса в Его собственной культуре И методы преподавания Иисуса И понять Его слова, исходя из еврейского контекста. Иисус был харизматичным евангелистом-целителем И Его репутация распространялась И приходили люди И они узнали о еврейском учителе Который был сфокусирован на еврейском народе И Он учил о Мессии О Царстве Бога Однако Его понимание Царства Бога отличалось от понимания Его современников Некоторые евреи отвергали культуру и отвергали многое Иисус был открыт для более широкой культуры Хочу вам показать мою карту, это должна быть моя карта Это Северная Африка Это Дельта Нила Хорошо, Африка здесь Это Азия, Аравийский полуостров ниже Это Израиль Европа, Греция и остальные страны находятся здесь Итак, вот Израиль Евреи верили, что Бог посетил еврейский народ В Египте и вывел их в Израиль И там находится Бейт Хамикдаш, Святой Дом или иными словами Храм Бог вошел в Завет И они смотрели на Израиль как на цель Я не знаю как здесь, но в Техасе Каждые 6 месяцев полиция должна проходить квалификацию на владение оружием Вы должны попасть в яблочко Вы не хотите сбиваться Вот центр прямо здесь в Израиле Евреи верили, что чем дальше вы уходили от Израиля Тем мир становился хуже Евреи придерживались доктрины священного пространства Внутри оно священно Снаружи нечестиво Знаете, что католики хорошо с этим справились Существует понимание, что церковь это священное пространство Снаружи все может быть мирское, грешное, но внутри божественное пространство И евреи думали так Израиль это священное государство И чем дальше от Израиля вы продвигались, тем все более было оскверненным И евреи гордились святой землей Многие евреи отвергали многое, исключали Например, в Новом Завете вы читаете грешники Религиозные лидеры вверху, а люди находятся внизу Грешники, обычные люди, оскверненные У Иисуса не было такого отношения Иисус был счастлив выходить и прикасаться к культуре Иисус не превозносился Люди увидели в Иисусе доброту Он не пытался защищаться и пытаться отделиться от злого мира Он хотел выйти и бросить миру вызов И прикоснуться к миру Многие евреи думали, ты не можешь прикоснуться к этому прокаженному Но Иисус все равно прикасался к прокаженным Иисус намного удобнее чувствовал себя в той культуре, чем многие из его современников Иисус намного удобнее чувствовал себя в более широкой культуре, чем его ученики Кстати, если вы посмотрите на зарождение распространения Евангелия в Израиле и его распространение в греко-римском мире, помните Великое Поручение? Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие и приобретайте моих учеников во всех народах. Он сказал им это, не так ли? И затем наступает День Пятидесятницы. Это праздник Шавуот. Праздник Седмиц. Они празднуют излияние Духа Святого. И Дух Святой сходит на них, и они говорят разными языками. Свидетельство того, что у них есть сила идти в другой мир. Но было ли так? Шли ученики Иисуса в мир? Ответ нет. Эти первые ученики Иисуса были настолько еврейскими, что у них возникали проблемы в отношении с неевреями. Поэтому что делает Господь? Он находит парня по имени Павел. Он не был из Израиля. Он был из Тарса. Он был из греческого города, где было всего несколько евреев. А не из еврейского мира, где было всего лишь несколько язычников. Основным двигателем продвижения Евангелия из Израиля в целый мир был апостол Павел. Теперь подумайте о Павле. Павел основной теолог в Новом Завете. Павел более всех рассказывает нам, что значит следовать за Иисусом. Павел, как никто другой, знал весь перечень. Почему? Павел и шага не сделал за Иисусом. Он никогда не пил воды, превратившуюся в вино. Он никогда не ел хлеба и рыбы, которые были умножены чудесным образом в Галилее. Павел не был частью движения с самого начала. Он был даже против движения Иисусу. Павел становится последователем Господа. И затем он использует свою энергию в первом столетии, чтобы распространить царство за пределы Израиля. То первое мессианское движение было настолько еврейским. У них возникли проблемы, когда они попытались задействовать остальную культуру. Даже Дух Святой подталкивает учеников сообщаться с неевреями. Ученики нервничают по этому поводу, что вы увидите из книги Деяний. И мы сами это увидим. Когда Евангелие распространилось за пределы Израиля, это принесло значительную долю замешательства. Потому что движение настолько еврейское, и они думают, что если кто-то желает быть частью организации, то они должны стать евреями. И только тогда их признают полноправными членами церкви. В Новом Завете Павел подготавливает новую почву. И он помогает людям понять, что они могут следовать за Иисусом, и для этого не обязательно становиться евреем. Во всяком случае, анализируя ранее христианское движение, и когда я начну продвигаться дальше, когда вы посмотрите на христианство первого века, то надо заметить, что это было очень еврейское движение. Иисус был евреем. И Он любил евреев. Его ученики были евреями. И им нравилось все еврейское. Люди часто спрашивают меня, «Доктор Сайф, как давно вы обращенный еврей?» И мне нравится им говорить, «Я не обращенный еврей. Я обращенный грешник. Это не грех быть евреем». Если вы посмотрите на Новый Завет, раннее христианство, которое было еврейским, Иисус пришел в еврейский мир, делал чудеса и знамения, и Он доказал, что Царство Бога пришло на землю. После Его смерти, чему способствовали как евреи, так и неевреи, члены движения начали пропагандировать Его Царство. Они основали общины, чтобы пропагандировать о Нем и увековечить Его память. До того, как мы продвинемся дальше, я хотел бы поговорить о смерти Иисуса. Приближается праздник Пасхи. И существует традиция, когда христиане просто сходят с ума, вспоминая смерть Христа. О, евреи убили Христа. И на одном здании в Беллоризонте есть, я не помню точно где, там висит огромнейший бигборд, картина сюжета из фильма Мелла Гибсона «Страсти Христовы». Кто видел это? Вы видели бигборд или фильм? И церковь говорит, посмотрите, что евреи сделали с Иисусом. Евреи убили Христа. Когда я был тинейджером, когда был праздник Пасхи, и эти христиане кричали мне, «Вы, грязные евреи, убили Христа!» Церковь учила, что евреи по своей природе ненавидели Иисуса. Когда мы посмотрим на историю церкви средневекового периода, то мы увидим, что церковь учила, что евреи крали хлеб для причастия и издевались над ним. Слышали вы такое? Церковь обвиняла евреев в том, что они крадут детей христиан и используют их кровь для того, чтобы делать вино для причастия. Верование было такое, что генетически в евреях была ненависть к Богу. и они хотят убить Иисуса от поколения к поколению. И еще хочу упомянуть один факт, прежде чем мы продвинемся дальше. Когда мы читаем Евангелие, когда Иисус входит в Иерусалим на вербное воскресенье, толпы собрались по дороге. Толпы евреев неистово кричали Хошейну, Баруха, Баба, Бешем, Адонай, Осанна, благословен грядущий во имя Господня. Вы видите, что евреи рады Иисусу. Но некоторые члены еврейской религиозной элиты «Нам надо что-то делать, а то весь мир пойдет за Ним». Иисус был настолько популярен среди евреев, и они боялись, что ситуация может выйти из-под контроля. Поэтому они устроили заговор. Иисус, после своего ареста, как сказано в 18 главе Евангелия от Иоанна, когда они пришли арестовывать Его, взявши с собой факелы и оружие, в Иоанна 18.3, почему они взяли факелы с собой? Потому что они арестовывали Его ночью. Иисус провел пасхальный седр со своими учениками, который длился очень долго в соответствии с традицией седра на Песах. Иисус оставляет Песах и идет в сад Гад Шмени. И молится. Была поздняя ночь, и эти мужчины не могли бодрствовать. Ну давайте же, ребята, давайте помолитесь со мной еще один час. Это были сильные мужчины. У них была выносливость. Но было уже так поздно, и они были так сильно уставшими. В три часа ночи Иуда привел группу солдат, чтобы арестовывать Иисуса. Его арестовали среди ночи. Почему именно посреди ночи? Потому что они не могли его арестовать среди дня. Почему они не могли арестовать его днем? Потому что тысячи евреев были в городе и говорили, Иисус был настолько популярен среди евреев, что они могли арестовать его только ночью. И они повели Иисуса к Пилату. И вот история, когда Пилат выводит перед всеми Иисуса и Варнаву. Пилат видит, что вообще происходит. И хочет вытянуть Иисуса из этих проблем. Он пытается и потом говорит, евреи требовали распять его. Пилат говорит, я не нахожу в нем никакой вины. Но евреи сказали распять его. Поэтому люди говорят, видите, евреи хотели убить Иисуса. И когда вы читаете Библию, то видите, как они требовали этого. И где происходила вся эта история? Был ли Пилат в Колизее? Где могут поместиться 30 тысяч людей? Или же Пилат был во дворе суда? Который не больше, чем это помещение. Вот где находился Пилат. Евреи даже не знали, что Иисуса арестовали. Однако участники заговора следовали за Иисусом до резиденции Пилата. И они находились в том дворе и кричали, распни его. Они не представляли всю еврейскую общественность города. Которая даже не знала, что произошло. Иисуса арестовали в 3 часа ночи. И до полудня того дня его распяли на кресте. И евреи того города не имели никакого отношения к этому. Как вы думаете, евреи проснулись утром в пятницу? И там на улице был разночник газет. Экстренный номер, экстренный номер. Прочитайте все об этом. Иисуса взяли под арест. Суд назначен на 9 часов утра. Было ли так? Нет. Мужчины просыпаются рано утром, садятся на своих верблюдов и идут на работу. И они включают радио. Христа арестовали. Суд назначен на 9 часов утра. Я не думаю, что такое тоже было. Я не думаю, что Иисуса арестовали среди ночи и сразу же распяли. Некоторыми еврейскими лидерами, не всеми. Теми, кто завидовал популярности Иисуса среди евреев. Когда люди хотят сказать, что все евреи отвергли Иисуса, и потому Иисус отверг всех евреев, такое верование возникает из невнимательного чтения Нового Завета. Это не так. Новый Завет – это история о мессианском еврейском движении. Это история о веровании, которое распространилось среди евреев. Кто рассказывает ее по-другому, поступает так по причине антиеврейских чувств в своих сердцах. Причина, по которой я хотел начать с этого, так как, прочитав обычные книги по истории церкви, которые вообще не рассказывают эту историю, История церкви начинается с отцов церкви, пап и всего остального. Многие не хотят говорить, как церковь началась, как еврейское движение. Люди хотят говорить о Святом Августине, Святом Бенедикте, Амброзе Миланском, Святом Иоанне Златоусте, об известных епископах и о Никейском соборе в 325 году. Константин становится христианином, и вся империя становится христианской. Все епископы приходят на Никейский собор, чтобы рассмотреть христианские доктрины. Вот где людям нравится начинать историю. Но она начинается не здесь. История христиан начинается в христианской литературе. И эта христианская литература – еврейская литература. Каждый автор Нового Завета – еврей, возможно, кроме Луки. Вероятно, Лука не был евреем. Но Лука сопровождает Павла. Когда Павел идет в греко-римский мир проповедовать Евангелие язычникам. Вы знаете, что апостола называют апостолом язычников. Я хочу спросить вас, где Павел нашел своих язычников? Павел был апостолом язычников. Где же он нашел своих язычников? Все язычники Павла были наполовину испеченные евреи. Павел идет в синагоги. И он проповедует там. Там есть некоторые евреи. Женщины-лидеры. А также греки, которые не были евреями. Что происходит дальше? В конечном счете Павла выгоняет. Затем он уходит. И эти люди становятся ядром этой новой мессианской общины. Не евреи Павла были люди, у которых была привязанность к евреям. И по некоторым причинам они так поступали. Лука, новозаветный историк, дает нам понимание христианства первых десятилетий. И это он делает в книге под названием «Деяния апостолов». Лука – основной историк Нового Завета, и он написал «Деяния апостолов». Слышали вы об этой книге, книга «Деяния апостолов»? Это очень плохое название для книги. Это тупое название. Причина этого, потому что в книге не упоминается «Деяния апостолов». Единственное упоминание группы апостолов, когда они сказали «Послушайте, Иуда ушел, теперь нам нужна замена». Вначале они заменяют Иуду. А потом об апостолах ничего не слышно. Вы можете видеть «Деяния апостола Петра» и его служение еврейскому народу в частности. Поэтому можно сказать, что это книга о деяниях апостола Петра и о деяниях апостола Павла. Но на самом деле, книга не о деяниях Петра. Лука показывает начало движения Евангелия в Иудее. И что Лука хочет на самом деле, так это рассказать о Павле. Что мы знаем о раннем христианстве от Луки? Обычный обзор его книги «Деяния» может рассказать следующее. Лука замечает, что мессианская община была основана сразу же после Пятидесятницы. Лука рассказывает нам, что они исполнили Святого Духа, что сопровождалось видимым проявлением. Лука рассказывает, что излияние Святого Духа сопровождалось чудесами. Дух сходит на верующих, что описано во второй главе. А затем в третьей главе происходит исцеление хромого человека. Когда Петр и Иоанн видят человека, потом тот подымается. Лука говорит о знамениях и чудесах. А затем в четвертой главе о заключении в темницу. Учеников бросили в тюрьму. И те, кто говорит вам, что если вы будете жить с Богом, то она будет благословением и процветанием. Я не понимаю, как эти люди читают Библию. Посмотрите на этих учеников, их преследовали. Это нелегко. И Лука рассказывает, что ученики попали в тюрьму. Он рассказывает о сопутствующих трудностях. Люди в растущем мессианском движении приободрились. И это ободрение их духа служит доказательством. Факт, что они делились своими ресурсами. Эти мессианские верующие хотели иметь семью. Они искали пользы друг друга. Они делились и заботились друг о друге. Лука рассказывает, что они делали все это. И затем Лука рассказывает о паре, которая играла в игры с деньгами. История об Анании и Сапфире. Лука рассказывает нам, что верующие собирали деньги и возникали споры по этому поводу. И в шестой главе мы видим жалобы. Кстати, начиная с первого стиха шестой главы. Мы видим историю о грекоговорящих евреях. Последователях Иисуса. Которые чувствовали, что апостолы были ивритоговорящими во многих отношениях. Когда они собирали деньги для всеобщего блага. Ивритоговорящие евреи тратили деньги на себя и пренебрегали грекоговорящими евреями. Где бы ни собирали деньги, всегда возникает напряжение. И евреи, дружественно расположенные к грекам, думали, что апостолы были настолько выражены мессианские евреи, что они дискриминировали греческих евреев. Поэтому Лука говорит о встрече лидеров, которые управляли деньгами. Необходимо заметить, что у всех них были греческие имена. Некоторые греки думали, что они подвергаются дискриминации. Поэтому апостолы позволили греческим евреям распоряжаться деньгами. После этих нескольких историй о мессианском иудаизме в Иудее. Лука продвигается к настоящей истории. Лука расскажет о Стефане и об убиении Стефана. И в конце этой истории он упоминает о человеке по имени Савл. Который был основным инициатором кончины Стефана. Сам Павел в этот момент предстает перед нами как гонитель, чтобы потом рассказать о радикальном преображении. Потому что Лука очень хочет рассказать историю о служении Павла. Потому что Павел будет первым представителем, который понесет Евангелие за пределы Израиля. Так как лидеры мессианского движения в Иудее были настолько дружелюбны к мессианству, что у них возникли проблемы с остальной культурой. И затем он рассматривает распространение движения за пределами Иудеи. Лука вкратце упоминает о служении Филиппа в 8 главе. И потом упоминает о появлении Павла в истории в 9 главе. Зачем следует исцеление Петра, воскрешение Тавифы в 9 главе, стих 32-43? Чтобы рассказать историю распространения Евангелия за пределами Иудеи. Лука, кстати, это просто роскошная история. Что я расскажу вам настолько приятно. Для того, чтобы рассказать историю о распространении Евангелия за пределы Иудеи. Лука хочет донести читателям, что от начала это вовсе не было идеей Павла. Павлу было дано особое задание. Лука говорит, что Господь побуждал Петра делать то же. Вы знаете историю об обращении Корнилия. В 10 главе Деяний 1 стихе. До 11 главы 18 стиха. Это фантастическая история. Если у вас есть Библия с собой, то посмотрите. Это просто смешная история, которая очень хорошо показывает, каким на самом деле было еврейское движение. Если вы посмотрите на начало 10 главы. В рассказе представлен муж по имени Корнилий. Он сотник. Член итальянского полка. И его штаб-квартира находится в Кесарии. Евреи не любили римских оккупантов в Иудее. Вот Корнилий. Который принадлежит к римским оккупантам. Его перевели из Италии. И он сотник. А каким образом можно стать сотником? Римское общество состояло из нескольких пластов. Были высшие звания римского общества. Должности в сенате. Звания, которые зависели от положения семьи и от богатства. Поэтому, если богатая семья посылала сына в армию, то он становился генералом. Должность сотника самый высший уровень, которого мог достигнуть обычный пехотинец. Благодаря прохождению определенных этапов, вы могли бы достичь определенной должности. Поэтому, вот римский солдат. Часть римской оккупационной машины. Но Лука говорит, что он отличается от остальных римских солдат. Да, он не еврей. Но он любит еврейский народ. Лука говорит, что он дает милостыню евреям. Он помогает синагоге. Он любит еврейский народ. Это римский генерал, закаленный в битвах. Который попадает в Израиль и влюбляется в еврейский народ. Он молится Богу. И Бог посещает его и говорит, что вот Петр, тебе надо пойти и поговорить с ним. Пошли кого-то и приведи его. Вот как история начинается. А потом происходят перемены. Затем Лука говорит о Петре. Петр идет в какой-то дом. Он молится. Он устал и засыпает в выступлении. И ему было видение. Покрывало, которое спускается вниз. Он видит разнообразную некошерную еду. И в видении слышит голос, Петр, кушай это. И Петр говорит, нет, Господь. Богу нельзя так отвечать. Нет, Господь, я не могу кушать это. Затем покрывало поднимается. Спускается снова. И Господь говорит, Пет, ешь. Пет говорит, не могу. Покрывало поднимается. Покрывало опускается. И он слышит, Пет, ешь. И сразу же слышит стук в дверь. Бум-бум-бум-бум. Он слышит голос, Петр здесь. Мы пришли от Корнилия. Корнилий – язычник. И он хочет, чтобы Петр пришел и поговорил с ним. С этого времени Петр начинает складывать все вместе. Петр очень упрямый. Обычно, когда Бог собирался изменить его направление, Пару раз ему надо было бить его по голове. Обычно, Богу надо было делать это три раза, пока Петр наконец понимал что-то. Петр думает, может Бог говорит мне, что все в порядке, если я буду говорить с язычниками. Мне не стоит называть этих людей нечистыми. Спустя годы после Пятидесятницы, Петр все еще несет весь багаж. Он абсолютно еврей. Он лидер церкви. Ни одна молекула в нем не хочет идти и говорить с язычниками. Поэтому Бог находит этого на половину еврейского язычника, который бы привел Петра. И затем Бог должен ударить Петра по голове видением. Трижды. Чтобы хотя бы указать Петр, не называй этих людей нечистыми. Интересно, как посланники от Корнилия говорили с Петром. Они должны были уговорить этого еврейского ученика Иисуса прийти и поговорить с римским сотником. И то, как они это делали, просто замечательно. Посланники говорят, эй, Петр, у нас есть этот парень Корнилий. Евреи Кесарий так хорошо о нем отзываются. Синагога обожает его. Еврейские лидеры любят его. Он дает деньги в синагогу. Помогает людям. Послушай, Петр, ты можешь прийти и поговорить с таким человеком. Они настолько переживают, что Петр не пойдет вместе с ними. Что берут инициативу в свои руки и рассказывают, насколько Корнилий дружелюбен по отношению к евреям. Петр идет вместе с ними. Берет с собой еще несколько мессианских евреев. И наконец Петр достигает Кесарии. И вот Корнилий. Он собирает всех домашних послушать Петра. Наконец приходит Петр. Корнилий видит его. И он настолько поражен его смирением. Он падает на колени, чтобы целовать его одежду. И Петр. Которого некоторые называют первым Папой. Петр смотрит на него. Что ты там делаешь? Я такой же, как и ты. Папы так себя больше не ведут. Ни один Папа не вел себя так в средневековье. Петр говорит, а ну-ка вставай, давай, давай, давай. Я просто человек. И затем Петр начинает говорить. И Петр говорит, теперь я понимаю. Что Бог не хочет, чтобы я дискриминировал неевреев. Но люди Бога находятся везде. И затем он рассказывает историю об Иисусе. И прямо там же Дух Святой сходит на язычников. Они начинают говорить языками. И Петр шокирован. Он никогда раньше этого не видел. Язычники с еврейским Святым Духом. Он не знает, что делать. Он даже не ожидал этого. Он не способствовал этому. Его еле-еле затянули туда. И вот это происходит. И мне нравится, как в конце 10 главы Петр смотрит на еврейских учеников. И говорит, люди, что нам делать? Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Он интересовался, можно ли погрузить язычников в микве? Да, думаю, что можем. И что происходит дальше? Их крестят. И если вы прочтете 11 главу, то увидите, что это прекрасная иллюстрация ранней церкви. Петр был вовлечен в служение язычникам, которые спаслись и были исполнены Духом Святым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok